Джефф Чепмен Утконос Пожалуй, среди всех животных Земли самое странное – утконос, живущий в Восточной Австралии. Когда путешественники-европейцы в первый раз поймали утконоса и привезли его шкуру в Лондон, в Британский музей, люди просто не поверили, что такой зверь может существовать. Дело в том, что хотя утконос – млекопитающее, и тело его покрыто мехом, вместо носа у него клюв, как у утки. Кое-кто даже подумал, что утины нос просто пришили к телу другого животного и попытался отрезать клюв ножницами. Но утконос – не розыгрыш. Он действительно существует. Более того, у утконоса есть нечто еще более невероятное. Мало кто верит этому сразу, но утконос несет яйца. Кроме него на земле только одно млекопитающее откладывает яйца – ехидна. Остальные рождают живых детенышей. Утконос – прекрасный пловец. Для этого у него есть две пары перепончатых лап, похожих на утины. У самца утконоса на задних лапах ядовитые когти, которые могут доставить много неприятностей. Самка утконоса строит гнездо под землей около берега реки, и войти в него можно только из-под воды. Там она и откладывает яйца. Через десять дней появляются детеныши, которых она вскармливает молоком, как и положено млекопитающему. Соответствует ли это животное законам эволюции? Никоим образом. Хотя эволюционисты считают, что утконос, да и другие млекопитающие тоже произошли от рептилий, среди окаменелости не было найдено ни одной, что подтвердило бы это. Найдено было только несколько окаменилостей утконоса. Но они лишь подтверждают, что утконосы всегда были утконосами, и единственными предками утконосов были утконосы. А может быть, Бог создал утконоса таким, каким он есть, для того, чтобы показать нам, как глупо верить в эволюцию.